Як-9Т. Самолёт, который делает да! И ща! Потому что у него есть 37-мм орудие, а это вам не хухры-мухры, по сути, танковая пушка. И ещё есть один пулемёт УБС, который позволяет нам справляться с вражеской авиацией. А по сути, это ведь очень даже неплохой манёвренный советский истребитель. Как эта штука чувствует себя в рандоме вместе вот с этим сетапом, будем сегодня выяснять и заниматься чем-то, чем мы обычно занимаемся в рубрике «Не штурмолог. Штурмовка, где мы играем в совместные бои против танков и самолётов и пытаемся играть либо в истребителя, либо в бомбардировщиков, штурмовика, в общем, на что способны, то и пробуем. И простой игрок, такой как я, покажет вам, как вам, скорее всего, будет на нём житься. Погнали! Народы, хочу пригласить вас на сезонный пропуск в абсолютно бесплатной игре Amazing Online. Прими участие в мини-игре с другими игроками, которые пытаются выбраться из ловушки сумасшедшего психопата, либо сам прими сторону безжалостного маньяка и хладнокровно устрани выживших. Участвуй в жутком квесте и собирай тыквы, чтобы забрать эксклюзивный приз из сезонного пропуска. Здесь каждый найдёт занятие по душе. Стань героем своего города, будь правосудием, покори вершины криминального мира и заслужи авторитет людей. Или просто наслаждайся атмосферой свободы и веселья в режиме реального времени. Загляни в описание и играй вместе со мной на Йеллоу сервере, тебя ждёт секретный подарок. До встречи в Amazing Online. Запустится даже у тебя. Так, Як-9. Як-як-як, як-як-як. Возьмём, наверное, ленту по броницелям, хотя я не уверен, что это хорошая идея, но пока возьмём её. Почему я не уверен, что броницели на Як-9Т хорошая штука? Потому что 37-мм пушка Яка, хоть и способна пробивать наземную технику, заметьте, здесь пробитие очень достойное, 70 мм в упор, на дистанции на реальной, в районе 50 мм будет пробитие. Но это простые бронебойные болванки. И ими, конечно, хорошо там, не знаю, поджигать кого-нибудь, но вот с зениткой справляться гораздо проще было бы фугасом в открытую рубку. Скорее всего, у противника будут здесь вербельвинды и оствинды. У них открытая рубка, и бронебойные вот эти болванки будут туда залетать и делать ровным счётом абсолютно ничего. При том, что у меня время огневого контакта с ними будет минимально. Вот, и если бы я просто один фугас ему в рубку 37-мм кинул, то было бы куда больше эффекта, чем вот это вот. Да, хорошо, я его пробил сверху, я сломал ему там двигатель и вынес одного члена экипажа, но у него-то их пять. Он их будет бесконечно пересаживать. После чего рано или поздно он меня собьёт. Ему-то хватит одного попадания по мне, более-менее уверенного. Именно поэтому мне кажется, что это плохая идея. Да-да-да, был это фугас бы по открытой рубке, я думаю, залетело бы знатно. Ооо, там у них авиации-то полным-полно. Как бы мне из этой ситуации выкрутиться? Я как всегда просто пропустил и прозевал всё. Это двухмоторник, его можно разбить об землю или как минимум переиграть. Потому что як-самолёт... Опа! Так, понял тебя. Ладно, ты опасный, дядя. Мы тебя трогать не будем пока что. Мы тебя бросим. Ты наших не штурмишь, молодец. Давай мы пока твоего союзника сожрём, если это возможно. А то мои союзники, они не в рот ногой и не в ногу ртом. Ну, вы поняли. Да и фугасы, опять же, даже если там будет половина хотя бы их, помогут мне сильно в борьбе против авиации. Хотя у нас мощнейший 12,7-мм УБС, который знатно жжёт врага. Главное им попадать. А вот с этим у меня большие проблемы. Хотя вот я его чё-то накритовал, но я думаю, этого маловато. Самолёт сбит. Ладно, не маловато. На этого я не смогу уже вырулить. Я боюсь на него поворачивать, а что там зенитки. Которые, скорее всего, да-да-да, они меня любят, они меня ждут. Я для них самый главный клиент в этом мире. Вот он наверх пошёл, без энергии останется. Ему не понравится то, что я сейчас с ним сделаю за такие ошибки. Я же попаду всё-таки по тебе. А вот это ошибка моя! Что я сделал? Что это за взрыв был? Он всё-таки успел довернуть. Я думал, ему уже не хватит возможности этого сделать. Так, ну меня не захотят. Режим сражения я могу тут никуда не спешить. Очки будут довольно долго находиться. Мне бы, конечно, помогать своей команде. Но главная помощь, которую я могу сделать на Яке, это не штурмить на земку. Потому что бомбой ты из бомбы скинул, убил, всё, дальше пошёл. А этой пушкой можно вон сто раз стрелять и ничего по итогу не делать. Мне лучше пытаться помочь им уничтожать вражескую авиацию как раз-таки. И самому не дохнуть! Ну как вот это сделалось, а? Я, блин, маневрирую! Как ты попал по мне? Я, конечно же, отломил мне кусок крыла без шансов. Короче, как бы ты тут не маневрировал и чё-то там не делал... Сложно. Сложно-сложно в этот раз оказалось для меня. Пойдём в следующий бой. Одна ошибка и ты ошибся. Так, сделав пару фрагов на 34-ке, мы можем взять этот истребитель легчайшим образом. С броницелями даже. Но на этот раз возьмём стандартную ленту, не повторим прошлых ошибок, которая сделает нас куда более универсальным. Экономить боеприпасы не будем. Если увидим зенитку, два раза стреляем. Один раз бронебойным, другой похоронным, фугасным. Вот, и надеюсь, в этот раз я лучше справлюсь с вражеской техникой. И самое главное, не отъеду вот так рандомно от зенитки. Не буду к ней подлетать слишком близко. Хотя, я знаю. Жадность меня погубит. Как видите, года идут, наверное, сколько вы смотрите меня. А ничего не меняется. Как я дох, как лох, так и умираю, как идиот. Ничего не меняется. Так, кто это такой едет? Эть. Вот, критическое. Ну, видите, минус один. Вот это бронебойка. Бронебойками только поджигать. Убивать экипаж ими. Это очень маловероятная история. Фугас тратить придется, ну, так как зениток пока что я не вижу. Наверное, фугас просто выстрелим. И попробуем панциру по жопе дать. А, ну, я его даже и не пробил. Нормально не попал. Ладно. На яйке хотя бы приятно маневрировать. И через вертикаль. И как хочешь. В любую сторону. И как тебе угодно. Так, там прям происходит что. Давайте по Шерману, наверное. Баллистика, несмотря на то, что вроде не... Это бронебойка, которая пробила его в башне. И у нее вот такой урон приблизительно. Поэтому этот самолет использовать для штурмовки наземки... Не. Наверное, стоит все-таки с большой натяжки. Я бы сказал с огромной. О! Не знаю, кто это такой. Гономак. Гономак мне сейчас отрежет жопу. Я не понимаю, как это происходит. Ты же не попадал. Я пошел в маневр от тебя. И сразу же, опять же, первым выстрелом ты отпилил мне крыло. Я ведь не пошел к тебе в лоб. Чтобы я так попадал, короче, с зенитой. Пойдем в следующий бой. Я не знаю, что делать. Просто невозможно. Ну, урона нет просто. По тебе зато ваншоты с отрывом крыла. Два из двух уже. Радует одно, конечно. Этот истребитель очень легко взять. Потому что, ну, это истребитель. Он не требует много очков возрождения для того, чтобы себя использовать. Но что-то первые два боя, это прикол. Просто пранк на пранке. То, что у 37-мм урона нет и надо брать полностью фугасную ленту, кажется, я уже понял. Этот истребитель явно не для того, чтобы пытаться уничтожать хотя бы сколько-то защищенную вражескую технику. Да, если встретишь какую-нибудь открытую рубку, можно туда накидать. Ну, так для этого тогда нужно брать 37-мм фугасы и мозг себе не делать этим всем. Он стоит какой-то танк. Кто ты такой? Понятно. Вот. Ну, что это? Вот это урон 37-мм. То есть пробить я его нормально не в состоянии этого Крусейдера. А сверху, опять же, урон по нему нормально не зайдет. Фугасом я его не пробью. А это вроде ЛТшка просто. Ну вот. Скину еще одну 37-мм. 37-мм. Что меня заглючило-то как снарядину в кого-нибудь. Здесь я не попаду. Надо сюда заходить. Вот, например, вот сюда. Да, скорострельность у этого аппарата неплохая. Но ему он баг даже не сломал. Я поджег его, судя по всему, по чистой случайности. А у меня сейчас фугас пойдет или... Или-или. Это я... Не знаю даже, откровенно говоря. Сейчас проверим, пойдет у нас фугас или не фугас. Ну и вообще... Максимально не надо этой 37-мм по танкам стрелять. Толку от того, что там есть бронепробитие, когда этот снаряд просто исчезающе мал. Проще, мне кажется, как спанжи-боб. В пузырик. Его надуть, чтобы он взлетел, чем нанести урон вот этой штукой. Но я попробую еще раз. Даже несколько раз. Это была КВ-шка, которой я убил командира. А, это не КВ-шка, это Кромвель, которому я убил командира. И 20 боеприпасов из 30 у меня уже нет. При этом урон это два выбитых члена экипажа. Мда. Надо брать просто обычный Як 9Б бомбовый. И не делать вообще проблему себе из этого. Берешь бомбы... И как же жить проще становится благодаря этому? Ну вот я попал. Один раз фугасом, один раз бронебойкой. Но урона особо не нанес. У них даже самолеты не появляются, чтобы я с ними подрался. Они понимают, что, ну, в общем и целом я могу летать над ними сколько угодно. И все равно ничего сделать не смогу. Помощи набивать, да. Чем-то напоминает британскую наземку. Во, вот это какой-то грузовичок, кстати говоря. Но мне кажется, он еще неуязвим, поэтому не особо хочется на него заходить. Сейчас вот я маленько повешу над ним. Никуда он не денется за это все время. 20 секунд пройдет или сколько-то там. Хеншель его убьет, наверное. Нет? Да, его убил Хеншель. Повисел, подождал, когда он с неузъемостью выйдет. Ой, да ну. Верите ли вы в то, что происходит на ваш... У меня еще самолет. А, вот он. Господи. Стоит оказаться выше вражеской авиации, как ты просто теряешь ее из виду. Ну, это, конечно же, работает только со мной. Это не работает с вражескими самолетами. Это что-то тяжелое? Тандерболт, что ли? Или что-то такое? Думаю, шансов у него против меня нет никаких. Закрылочки. Врубаем тягу. Закрылочки вырубаем. Ну, сейчас просто появится еще один. Я прям зуб даю. И на этом наше замечательное шествие, собственно, закончится. Конечно, в устоявшемся вираже я его дерну. Только ему подвога летит из еще двух таких же. Чили-боссов. А сейчас он мне на шесть сядет. И конец. Ой, рот я его наоборот этого самолета. Яка 9Т. Там четыре вражеских самолета. Вы понимаете это? Это просто кранты. Да, динамика хорошая. Маневренность топчик. Но... Ёптеть. Я все понял. Вопросов вообще больше ни... Нихрена ты маневренный. Ты че такое? Да блин, еще и тандерболт этот. Я попробую, конечно, от них уйти. Но... Я так понимаю, ноль шансов. Да-да-да-да-да-да. Мне кажется, я делаю абсолютно все неправильно на этом самолете. Ну, конечно. Хотя бы так. Это J-26. Давид, который меня перекручивает просто как стоячего. И догоняет тоже как стоячего. Вот у Яка 9Т, походу, все характеристики были принесены в жертву орудия. Вот этого 37-мм, которым по итогу ты пользоваться даже и не будешь. Потому что... Ну что это за кусок говна? А когда-то раньше был им бой. Но это было раньше. Пойдем в следующий бой. А пока... Тоска тоскливая. Бои максимально неудобные попадаются. Так, хорошо. Сделали несколько фрагов. Давайте попробуем еще раз полностью воздушную ленту взять. К пулемету у меня претензий нет. Он один прекрасно выкашивает. У меня к рукам есть претензия. Трассера плохо видно. И нормально скорректировать огонь у меня не получается. Я просто им всем мажу. Потому что УБС и УБТ, по-моему, вообще не меняли. Они как поджигали чуть ли не с одной пульки иногда, так и делают это. Ну и в целом урон и баллистика этого 12-мм пулемета просто на высоте. Но, блин, с 37-мм пока у меня что-то не складывается. Может, надо не сверху штурмить, а в борт. Может, я стреляю криво. Ну, нет, я уверен, я стреляю криво. Но оно все по гусеницам куда-то в борт под наклонами залетает. А надо четенько попадать ему в двигатель и сжечь. Но тоже неудобно. Вместо того, чтобы делать 3-4 витка над полем боя, когда он в зенитке хватает одного раза к тебе попасть, гораздо проще скинуть одну бомбу и все. И вообще забыть про существование врага. Че это такое? Это флаг этот. Ну, вот урон по флагу без фугасов, собственно. Че я могу сказать? Его нет. 37-мм стоило мне взять бронебой. Это вот какой-то пранк. В предыдущем заходе мы не взяли бронебойную ленту. И, собственно, она нам была нужна. Нам дали поштурмить. А стоило только... О, вот он урон. Вот он. А теперь там миллиард зениток. Фугасы бы по ним вот сейчас очень пригодились. А я взял бронебойную ленту. А можно материться, пожалуйста, начать? Потому что какого хрена? Вот че с боями не так? Меня просто игра сегодня, ну, так троллит, так троллит. Я не буду этого делать. О, два попадания куда-то не очень удачных. И че? А ближе я подлететь не могу. Я сдохну сразу же. Ой, боже мой. И он там вон заливает просто не прекращая. Ему че боезапас беречь. А была бы бомба. Прицелился бы, скинул один раз и все. Да и там цельться-то не надо. Скинул куда-нибудь рядышком. У него рубка открытая. Он откис. А с этой херней... О, он даже это... На. 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 Пять попаданий на зенитку. И это еще, судя по всему, повезло мне. Мда. Идем по низам к вражескому истребителю. Не понял, он нас видит? Нет? Вроде бы нет. Еще никого больше не вижу. Ну, конечно же, я его не цепанул. Давайте закрылочки сразу. Кто это? Опять какой-то швед, которого я не перекручу, да? Ну, и на этом, собственно, все. Приключения наши закончились. Он меня на респаун потащит. На респауне мне делать у них нечего. Сейчас появится еще один, как в тот раз. Или два, или три сразу. И гуляй, Вася. Он на Сил-2 есть. Я к 9. Пусть они помогают с этим. Это не моего ума дело. Да капец. У них просто вся команда зениток. Просто какое-то бесконечное количество. Ты меня ждешь здесь? О, еще один. Да-да-да-да-да-да-да-да-да-да. Вот это. Ну, вы поняли, да? Насколько нужна эта 37-миллиметровая пушка сейчас? Я понимаю, что это очень маленькие бронебойные болванки, но... Но от осознания вот того, что происходит, коробить меньше все равно не коробит. Где этот? Кто это стреляет? Где он? Вот это? Ой, да ладно. Боекомплект взорван. Неужели такое случается? Минус 3 зенитки. А я жаловался, собственно. Но я просто уверен, что не без доли везения здесь. Не без очень малой доли везения. В кавычках, разумеется. Опять он, что ли? Какой-то очень странный чел. Ну, что я могу сказать? Я умер. Чувак. Конечно же, мне попался чувак, который будет заниматься бумзумингом. Я его, конечно, пропустить-то пропущу, но я за ним не выйду. У меня еще один на шести. Я умер за это. Опять просто на меня присаживается вся вражеская команда, потому что я зачем-то лезу к ним туда. Конечно же. Одно попадание и минус крыло. Як, ты умеешь по-другому. Как-нибудь по-другому. Желтое крыло, там красное крыло. Я сейчас просто на орбиту улечу с этого самолета. Какое же это непередаваемое дерьмо. Точнее, как бы он нормальный. Ёпта. Столько альтернатив нормальных, на которых жопой гореть не будет. А это-то. Ой, смех и грех. Пойдем еще боек. Ладно, тут хотя бы троих заштурмили с полного боекомплекта. По 10 выстрелов, так сказать, на наземную цель легкую. Так, ну что ж, тут даже одной помощи хватило, чтобы взять Яка. Давайте полностью воздушную ленту ему дадим. Интересы ради. Мало ли. Правда, эта карта обычно играется очень быстро. Несмотря на то, что это сражение на Аляске. Но мы просто друг у друга начинаем забирать точки. И обычно это заканчивается все-таки победой одной из сторон. Я вижу, что у них как минимум два самолета летит. Да, раз, два. Второй-то вроде покрупнее штурмовик, а вот первый похож на истребителя больше. Ну, флаттер классический советский. 650-ый лучше больше не набирать, потому что крылья отстегнутся. Он как бы на шести сотнях уже подает крылышками знаки того, что прекрати ахаха. Давайте кому-нибудь жопу оторвем. Это Юнкерс вроде. А он умер? Нет. Просто я не попал. О! А почему он взрывается-то? Я же ему не в подвесы стрелял даже с другой стороны. Ладно, это не важно. Ну что, пришло время блеснуть 37-миллиметровкой, которая должна эти бомбардировщики щелкать, как орешки. О! О! Ха-ха! А вот и фугасная лента подоспела. А вот и бомбардировщики тоже, как орешки, пошли щелкаться. Класс! Просто надо, походу, летать на фугасах, и мозг синика не фолит, что ты там какой-то противотанковый. Хрентый, а не противотанковый. Пустынный. Опа! А вот и зенитка, на которой можно проверить фугасы. Во! Тоже говно. Ладно, это никак не помогло. Минус два члена экипажа 37-миллиметровым фугасом залетевшим прямо в рубку. И не поспоришь. О! Поджигать пошло. Узнаю. Сейчас у меня, наверное, жопа отлетит сразу же, да? Я отлечу как можно дальше от них всех. Вот это я узнаю, Яка. Вот это узнаю. Наконец-то заработало. Так вы, блин, до вас там два километра, если не больше. Вы серьезно думаете, что вы можете по мне попасть на этой дистанции? Хотя я уже после предыдущих там боев вообще ничему бы не удивился. Абсолютно ничему. Пойдем под шумок с П-8 и П-2. Попробуем что-нибудь сообразить с этими зенитками. Хотя что-то мне подсказывает, что ни хрена у меня из этого не получится. Но попытаться можно, пока может они отвлекутся на кого-то. Да, 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 вот он фугас, залетевший в рубку. Куда как лучше работает, чем фугас, который не залетел в рубку, или тем более даже, чем бронебойка. Нормас, вот это я узнаю, Яка 9. Вот, оказывается, в чем секрет. Бронебойки просто превратили в полное говнище бессмысленное. Надо просто играть только на фугасах. И стрелять с большой дистанции прямо в открытую рубочку. Бам! И следующий отправляется в ангар. Может не с одного, но хотя бы 2-3 выстрела. Явно не 8. И не 10. И вот как-то резко уже начало теплять в штанах. Хых. Уже радость. Осталось найти еще зенитки. Потому что по ЛТХ вроде не чешно ощущается. Там еще какая-то. Гономак что ли какой-то? Или что-то? Или верба еще одна? Наверное, верба. Только нужно прям четко ему в рубочку давать туда. Ага. Это, кстати, кто-то, кого я не должен убивать никак. Я не знаю, как я умудрился его фугасом поджечь. Это стакхаунд или... Где? Где авиация? А, это наша. Господи, я и думаю. Откуда там враг? Только что смотрел, никого не было. А это этот. 61-й. Летит. Но все равно, конечно, бомбами сильно сподручней. Так, он кого-то там утюжит. А это гономак должен быть. На. Блин, урон просто по нему не проходит. Все равно. Вроде фугасы в рубку попадают. Но, видимо, как-то я неудачно ему туда залепил. Хотя, вот, с другой стороны, вон я ему с пулемета добавил. Знаете, что мне кажется? Не обязательно иметь эту 37-мм пушку для того, чтобы нормально закидывать фугасами в рубку открытую. Поэтому у меня много вопросов по применению данного аппарата. Да, минус крыло сразу. Опять. Это уже просто не прикол. Это уже статистика. Я, конечно, убил этого гономага. Но мне реально каждой пулькой, каждым попаданием отстегивает крыло. И это уже четвертый раз. Из четырех. Это уже статистика. Это уже не может быть просто прикол какой-то. Но этот бой хоть на сколько-то яка девятого оправдал. Хотя, опять же, сильно не стоит на это рассчитывать. Потому что у нас огромное количество альтернатив. Ну и не в последнюю очередь. И 185-й с тремя шваками, по-моему. И нахрена тогда Яг-9Т нужен? Это вопрос. Ну ладно, погнали в следующий бой. Так, ну что ж, опять один фраг. Опять Яг-9Т. И погнали на воздушных лентах. Наверное, идеальнее всего использовать именно их по итогу. И в целом-то не будь у него никакой конкуренции в лице И-185-го, Ило-вторых, Яг-9Т, например, Яг-9Б с бомбами или Яг-3-го, по-моему, у него похожий боевой рейтинг. То это был бы нормальный выбор. Но, увы и ах. Я лучше возьму, блин, Яг-2КБ, чем вот это. Так что штурмить смогу с них даже лучше. А летать оно тоже будет приемлемо. На мой взгляд. Ну да, никто не отменяет, что это всё-таки истребитель. Истребитель неплохой. Но опять же не универсальный. От одних не убежать, от других не оторваться, от третьих не догнать. Хотя вот с динамикой-то у него всё в порядке. Но самое главное, да, ещё и не всех нормально можно перекрутить, потому что этот дрын тяжёлый. О! Кажется, теперь я погибну. А может и нет. Давай попробуем с ним сходить в лобовую. Можно попробовать ему накидать с 37-ми миллиметровки ещё с большой дистанции. Может быть, чё-нибудь из этого получится. Я уверен, я смогу его перекрутить, если он будет один. На! 37 миллиметров в лицо. Короче, я понял. Не надо экономить и чё-то целиться. Советские самолёты прям как советские танки. На них лучше не целиться. Пусть рука Сталина наведёт орудие за тебя. А ты просто делай выстрелы так часто, как можешь. И вот уже пять снарядов у нас отсутствует. Я так и не вижу у них зениток. Но не то чтобы зениток не вижу, я вообще нихрена не понимаю, кто у них едет здесь. Какие-то точки у меня просто. Это на мониторе. Это штук, которого я бы мог пробить, кстати говоря, на самом деле 12,7-миллиметровым пулемётом. Не будь у меня на нём воздушная лента. На него можно ленту по броницелям поставить. Она тоже неплоха. Смогу ещё штуги пробивать нормально. И всякие такие танки. Но при этом и по самолётам урон останется. А то я совсем, ну, на фугасы положился. А за это на меня наземка положат. Чё, я кого-нибудь тут вижу из зениток? Нет, никого не вижу. Хотя, может быть, у них кто-то и есть. Вот опять панцир едет, которого я бы мог с УБСа покосить. Авиации не вижу. Хотя должна она у них быть стопроцентно. Можно попробовать пострелять. Вроде как, да, здесь есть пробитие, вон, 30 миллиметров. И всё-таки должно работать. Но для этого нужно найти этот панцир, где он. Потому что это он всё шерманы, судя по всему. А по шерманам лучше не стрелять. Они уже сильно хуже пробиваются. А 34-ки с КВ вообще можно не трогать. Они, в принципе, урон не получают с этого пулемёта. А по штуку, да, надо было отработать хотя бы с этого пулемёта. У него экипажу довольно мало, и он весь в одном месте. Сам бог велел туда навкидывать. Я думал, у меня там чисто фугаса на УБСе. Но нет. Самолёты у них так и не появляются. Впрочем, и ладно. По кому стрелять-то? По тебе? Ты штук. Ты штук вроде. Или брумбор ты. Ну... Как вам сказать насчёт урона? Понял. Лучше патроны даже не тратить на это всё. Может, у них шушпанцер какой-нибудь появится. Ещё бы я хоть чё-то понимал, что у них там. Если бы это не были для меня просто точки. Это даже не силуэт, это реально точки. И вроде как ничего с открытой рубкой не вижу. О, авиация появилась. Ну, хоть какое-то развлечение. Но опять же, можно не умирать довольно длительное время. Главное, сохранять высоту. И скорость. Я думаю, он захочет со мной сходить в лобовую. Как же не сходить-то? Это ж як. Ничего страшного. Ну ладно, что-то-то по тебе попадёт. Шесть выстрелов. Семь даже, да? На тебя ушло. Да, надо прям заливать выше-ниже, выше-ниже. И что-нибудь да залетит. Можно всё время всё равно слетать на аэродром, потом и пополниться. Не понимаю, есть ли у них зенитки или нет. Вон, 185-й летает. Ему вот можно даже не думать. У него такое количество боекомплекта, что ему полностью наплевать. О! Это наш клиент. Диккер Макс или Штур Ремиль? Штур Ремиль, по-моему, по силуэту похож. Ну, просто его сожрут до того, как я тут могу... А! Понятно, 185-й сдох. И у них опять авиация. Что я там говорил? Пока есть авиация, надо убивать вражескую авиацию. И уже потом разбираться с наземными целями. Тем более нам. Мы и так не очень-то стабильно разбираемся с наземными целями. Угу. Он идёт набирать высоту. И вообще как-то он очень странно себя ведёт. Ну, честно говоря, ему это не особо помогло. Реально хорошо разрывает 37-ми миллиметровкой истребители. Да и бобры тоже отлетают. Вот три минус. Когда они идут по одному, пожалуйста. Тебе нам надолго хватит? Боекомплекта. У меня ещё 13 снарядов. На этом хватило 5. О! Появилась бум-бумкала. Оно неуязвимое. Вот смысл мне на него нападать. Когда оно там станет уязвимым? Ещё секунд 20 пройдёт. Оно ехать-то не едет с базы? А, вот начало ехать. Там вон ещё одно. Ну, благо они не на меня отвлечены. Надо пробовать. Надо, по крайней мере, пробовать. Во! Во! Вот, фугасы надо было просто брать. Просто фугасы. И пошла жара. Второй ещё жив. Я очень надеюсь, что он выберет не меня своей целью. И тогда я смогу просто разочек прицелиться. Бахнуть ему несколько фугасов в открытую рубку. И после этого жить спокойно. Да, несколько фугасов в открытую рубку. Сейчас. Пойди-ка ты по нему попади. Не, попадание фугасом было. Мне даже килл-камеру не показали. Я не знаю, что я ему сделал. И когда у него там пересядет наводчик. Или не пересядет у него наводчик. Я не знаю. Ну, благо его добили. Хорошо, что это был, кстати, Оствинд. А не Вербельвинд. С Вербельвиндами в этом плане сильно сложнее. А это что? Это М10 был, видимо. Панцер. Который урон не получает, опять же. Хотя вроде как должен. Ну. Что я здесь могу сказать? Ничего хорошего. И, кстати говоря, мы проигрываем. Их вроде не особо много, но... По итогу они удерживают точку. А я слишком сосредоточился на технике в своих руках. Наконец-то я его пробил. Минус два члена экипажа сделал. Но у меня боекомплекта не хватит на... То, чтобы как-то заметно повлиять на бой. Вот, смотри-ка. Это зенитка, да? Или нет? Что это? Это Дикер Макс этот приехал? Кто ты такой? Я не понимаю. Какая-то точка. Штука это, да? Нет? Панцер четвертый. Ладно, башню я ему подрасселил. Союзником подсоблю таким образом. Но не сильно. Все равно ты убивать не можешь с этого пулемета нормально. Не так уж у тебя много возможностей. Ну хорошо. Минус еще один член экипажа. А боекомплект на этом, по сути-то, и все. Осталось два захода у меня, дай бог. И моя команда исчезла как явление. Поэтому я к девятой команде помочь не способен. К сожалению, совершенно никак. Я думаю, под таким углом я его не пробью. Да. Надо заходить прям еще четенько сверху. Пробития на этом пулемете хватает, чтобы пробивать даже картонных пазиков четко. Только под около близким к прямому углом. Попробуем еще разочек. Да ему вообще абсолютным образом наплевать. У него покраснели приводы наведения. Я бы на его месте покраснел. Вот тебе не стыдно? Тебя с ОБСа заливают, а ты вот так себя ведешь. И команда кончилась, кстати говоря. Полностью. Остались только мы на самолетах. Мда. Все. Ноль эффекта. Ноль. Зеро. Мне кажется, что я к девять Т в совместных боях просто не актуален. В воздушных боях, наверное, может быть, да. Повеселиться. В совместных боях больше нет смысла его использовать. Ну, против наземки точно. Он не делает фраги на наземке никак. Просто ему нечем. Он просто не может. Так что 37-миллиметровка нормально справляется с самолетами, а танки ее вообще не замечают. Даже пулемет, мне кажется, эффективнее, чем она. Ну и вот такой вот сегодня вывод. На этом буду, наверное, сегодня заканчивать. Этот бой мы явно не выигрываем. Пересаживаться и потацы вытащить я тоже уже не буду. Поэтому увидимся завтра. Надеюсь, было интересно узнать, как изменился Як. И как время течет в этой игре. Когда-то был имбой, а стал вот таким вот не особо полезным самолетом в совместке. Или, может, у меня вкусы поменялись. Не знаю. На этом все. Благодарю всех за просмотр. Не забывайте поддержать видео. И всем удачи. И до новых встреч. Пока-пока. Субтитры сделал DimaTorzok